Когалым встретил группу путешественников, вернувшихся из байкальского вояжа. Тысячи километров, пешие прогулки и марш-броски. Байкал остался в памяти у каждого участника. Это, в общем, самое первое какое-либо путешествие. Вот пеший ход, 42 километра мы прошли. Очень много ярких эмоций. Увидели горы, пейзажи вот у берега Байкал. Завел новых друзей. Я вот прям всем советую тоже посещать такие мероприятия. За это короткое путешествие, за эти две недели, которые мы провели ночуя не дома, и проведя все ночи в палатках, живя в дикой местности, я понял то, что это прекрасно. Прекрасно отдохнуть от общества, от телефонов, от всего, то, что мешало обычной нормальной жизни. Порядка 40 детей и 3 руководителя. 31 приключение для Венера Хисамуддинова стало закреплением опыта, а для участников настоящей школой жизни. Группа, которая сейчас шла на Байкал, там, кроме меня, там никого не было. И второй руководитель, и третий руководитель, и 38 детей, они там не были. Уникальность происходящего то, что они все впервые туда приезжают, на это озеро, понимаете. Суть в том, что оно для них это новое, интересное, повидать, увидеть, ощутить непосредственно вот эти красоты наши. Байкал – самое древнее и чистое и большое озеро на планете, место силы для истинного туриста. Руководитель похода рад тому, что помог школьникам открыть для себя этот путь и уже планирует путешествие на следующий год. Максим Игначенко, Дмитрий Примук. События.